Привет, это Рафт, и мы продолжаем обследовать вот эту здоровую яхту. В прошлой серии мы закончили на том, что я обыскал трюм этого корабля, второй этаж, добрался до третьего и до четвертого, но вернулся обратно, потому что не было ключей, а самое главное, не было фонарика. И в этой серии, наконец-то, будет фонарик. Я, как ты можешь видеть, уже стою на другом месте, потому что сплавал на ближайший остров, тут недалеко был островок, и добыл медь, слава богу, что там было. Мне этой меди хватило на два аккумулятора, один у меня вот здесь лежит, другой у меня вот здесь вот лежит, вот он, красавчик. И я бы сейчас бы сделал, конечно же, фонарик, но нет. Я возьму вот этот аккумулятор, сниму, потому что там, вон, смотри, зарядки у него маловато, а вот этот поставлю сюда. И вот из этого, где мало зарядки, я почему-то вообще забыл про эту батарейку, которая здесь стояла. Но я думал, если я использую эту батарейку, то как я отсюда уплыву? Поэтому проще было сплавать до ближайшего острова, выкопать медь и сделать батарейку. Так, минуточку, минуточку, жрать хочу, слишком много слов. Чтобы продолжить, надо перекусить. Вот так-то получше. Ой, сразу два кусмана с голодухи-то залетело. А еще, пока я плавал, сделал вот такую вот лесенку на мой чердачок. Ну, тут прям, можно даже сказать, это не чердак, это лоджия. Красотища, видос неописуемый. Почти как второй ярус этой яхты. Короче, я сюда задумал, знаешь, что сделать? Птичьи гнезда тут поставить. И пускай они мне тут яичек понаделают, а я с утренца буду заходить сюда за омлетиком. У меня к тому же есть как раз несколько ракушек. Я все думал, что, куда их сунуть? И вот вспомнил, что можно же сделать из них отличные гнезда. Поскольку моллюсков у меня целых три штуки, получается, что три гнезда. Правильно же? Вроде половина. Даже чайки сверху уже летают и говорят, где гнезда, где гнезда, мы готовы унести тебе яйца. Ну, конечно же. Они так не говорят, они понимают, что я эти яйца нафиг сажу. Вот так вот. В принципе, здесь высоко и человек внизу далековато. Просто они могут бояться человека и не садиться на эти гнезда. А так, а так вроде вот так залез, поглядел, как шпион. И все ок. Ну все. Короче, делаем аккумулятор. Точнее, аккумулятор есть этот, фонарик. Налобный фонарик. Нужна веревка и хлам. Этого добра у меня в достатке. Акула там опять жрет мой плод, скотина. У меня тут, кстати, еще омлет с грибами, который я нашел на яхте. Возможно, он протухший, но я его потом съем. Так, значит, мне нужна была веревка. Для этих целей мы берем пальмовые листочки. И, в принципе, фонарик у нас готов. Шикарно. Так, выключаем фонарик. Выключи фонарик. Фонарик выключи. Это ты выкинул. Прикинь, что? Походу, фонарик нельзя выключать на какую-то клавишу. Это налобный фонарик, который не выключается. Придется его периодически убирать в инвентарь. Ладно, проехали. Значит, пойду сейчас еще раз гнезд гляну. Эта лесенка меня, конечно, скоро убьет. О, две чайки уже сидят. Тусят. Отлично. Ну, пускай это сядет. Значит, следующее утро у меня будет омлетик. Шикарно. Пойдем. И вот мы уже на яхте. Теперь осталось только проверить наш новенький фонарик. Блин, жалко, вот эта штука не работает как надо. Одеваем на лоб. Ну вот, это же совершенно другое дело. Как днём. Днём. Сюда пролезем. А, нет, туда нельзя. Так просто пролезть, перепрыгнуть тоже нельзя. Но там есть пластик. Как же мне его забрать? Почему я не могу? Во, я запрыгнул сюда, наконец-то. Получилось. Всё вышло. Хорошо. Продолжаем исследовать. И искать здесь, ну, хотя бы какие-то следы людей. Кто-то мог записочку оставить. О. А что это дверь открыта? Погодите. Тут, наверное, крысы спали. Это же каюта. У него телек такой шикарный, роскошный. Чья это каюта? Бумажечка. Почитать не можем. Разбитый горшок. Завязший цветок. Свечи. Тут, в принципе, как-то, ну, не густо. Я думал, тут какая-то записочка будет. Пойдём в душ сходим. Какой огромный душ, слушай. Ты хоть раз плавал на... Там, я не знаю, на яхтах? Обычно там душ занимает. Ну, сам. Там, я не знаю, метра два квадратных. Только развернуться можно. А тут, смотри, какое здоровье. Ну, ладно. Я, конечно, сравнил яхту с круизным лайнером. В круизном... О! Кто-то подрисовал-то тому. В круизном лайнере там же тысяча человек. И нужно всех разместить. Поэтому там место экономят. А тут яхта, как бы, индивидуальная. Для определённого человека. А, кошечка там, он. Ну, я туда, походу, не проберусь вообще никак. Вот. Такая яхта, она делается на заказ, как бы, для определённого человека богатенького. Который хоть что тебе может сделать. Ну, в смысле, по размерам. Вот. Может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь я выберусь из своей кладовки. О, записка. Добавлена новая запись. И поплыву на яхте. Куда-нибудь далеко. И буду тебе вещать из яхты, а не из кладовки. Значит, тут у нас тоже ничего нет. Ну, давай посмотрим, что там за записочка. Её можно проиграть? Нет. Жалко, что звука нет. Значит, расшифровка записи. Хана. И что это значит? Вы не можете просто взять и уволить их. Мы в открытом море. Улов. Хани, твоя задача обеспечить работу двигателя. Этим ты и... Где-то в стороне паразит громко возится. Хана. Это же проклятая крыса. Что вы с ней делаете? Улов. Разговор окончен. За работу. Улов. Что ты делал с этими крысами? Прикинь, он тут походу на яхте крыс выводил. Мутантов. Сейчас мы узнаем. Сейчас узнаем. Идём дальше. В следующую каюту. Номер 3. О, капитанская. Капитанская. Как у него сейф тут? Ничего себе, сейф. Сейчас будем взламывать. Главное, чтобы на меня из ванны, из вот этого вот отверстия крыса не выпрыгнула. Из ливного. Или из меня выползла там, да? Очень страшно всё это. О, блин! Только сказал. Только сказал это. Годяйская крыса, блин. Её крысы-то сложно даже назвать. Так, требуется один четырёхзначный код. У меня его, конечно же, нет с собой. Надо его найти. Тут тоже ничего нету. Ничего не открывается. Ладно. О, я, кстати, жрать хочу. Вот и пришло время отведать омлетика. И проверить, тухлый он или нет. О, ну он попахивает, слушай. Прям так очень попахивает. Или это он то, что с горяча, с пылу, с жару. Ух ты, прикинь! Он мне ещё добавку бонусную какую-то дал. Забавно. И попьём водички. Чё там у меня по наломанному фонарику? О, батарея держит. Хорошо держит. Идём дальше. Вот сюда. Ага. Туда нельзя зайти. Тогда последняя дверка. Ух ты. О, последний. Шестерёнка. Последний механизм. Это очень хорошо. Чё в ящике? Ой, куча там всякого разного. И рецепт красная дыня. Красная дыня. Это как? Это, наверное, сок лимонад. А вот это ящик с чем? О, с едой. Прикинь, там суп, там кокос. Вот это я удачно пришёл. Я как раз жрать хотел. Ну, учитывая, что я грибной... Эм, 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 что я там съел-то? Грибной рагу или что там? Омлет грибной съел. Вот уже как бы кушать-то не шибко-то хочется. Но запасик есть. Это здорово. Значит, поднимаемся теперь на второй ярус. Ой-ой-ой. Уже ночь на дворе. И крысы повылазили. Слушай. На тебе. Вот так вот. О. Спасибо за мясо. Там мы были. Пойдём здесь. Хотя нет, подожди. Давай с другой стороны вот сюда зайдём. Вот дверка. Ключ. Нужен был ключ, и он у меня был. Видимо, синий ключ, карта. Зелёный ключ. Зелёный ключ, он, по-моему, от крыши. Шикарно. Всё есть. Пойдём дальше, походим. Вон туда вот. Двери надо открывать, не забывать про это. Потому что всё закрыто изнутри. Пластик. О, так это мы в этом. В столовке. Вроде бы как. Арбуз, красная дыня, лимонад нашёл. Шикарно. О, ещё одна деталь. У меня этих деталей теперь просто вау. Мне нужно было пять, но у меня их теперь шесть. Тут завалено, не пройти. Пластик. Записка. О, код. Четырёхзначный. 0451. Сейчас пойдём сейф откроем. Тут вроде бы всё. Я слышу, музыка играет. Но откуда? Возможно, это музыка игры. Пойдём, значит, вскрывать сейф. А, ну и записочку почитать нужно. Сперва записочка. Ох-ох-ох. Вот она записочка. А у паразитов есть потенциал. Когда-то они явно были крысами, но с тех пор выросли, обнаглели и поумнели. Я уже добился некоторых успехов в их дрессировке. Кнут и пряник. Всё как всегда. Что любопытно, при кровесмешении их мутации усиливаются. Интересно, с другими видами будет так же. Я получил радиосообщение из городка под названием Караван, неподалёку отсюда. У них активная популяция животных. Мне больше не нужен этот бестолковый экипаж. Я создам настоящих солдат. Преданных солдат. Улов Вилкстром. О, он съехал с катух, слушай. Он ещё и кровосмешением занимался. Интересно, чью он кровь подмешивал? Свою, что ли? Наконец-то я открою тебя. И узрю, что же там. Это провода какие-то и кассета. Капитан стучится в дверь. Вилкстром, это срочно. Туман сгустился. Мы не знаем, насколько поднялась вода. От карт нет толку. Мы должны... Улов. Капитан, экипаж замышляет бунт. Время действовать. Капитан. Бунт? Они просто пытаются выжить. Вы вообще в своём уме? Улов. Я дал вам шанс выжить. Теперь мы должны защитить себя от масс. Для этого мы используем паразитов. Ну, как бы... Люди пытаются выжить, а он тут паразитов вывел. Да, и теперь их травит на людей. Он больной человек. Так, у меня тут есть красная дыня. Надо выпить, потому что воды у меня нету. Выпиваем. Ого! Она тоже приличный бонус дала. Теперь нам нужно спуститься вниз и что-то из механизмов сделать. У меня их, как я уже ранее сказал, шесть штук. Есть пуля, есть провода какие-то, ещё газовый баллон. Посмотрим, что мы можем с этим сделать. Кстати, я совсем забыл посмотреть на себя, как выглядит фонарик у меня на лбу. Ну, не очень хорошо видно, конечно. Поэтому посмотрю днём где-нибудь на улице. Итак, пять механических деталей сюда. Собрал домкрат. Тут нам нужна провода, зажигалка, топливный бак. Мне ещё зажигалки не хватает, слушай. Надо её где-то найти. Ну чё, получается нам теперь нужно подняться ещё выше. До той двери. О, вот здесь я ещё не был. А нет, я здесь был, потому что вон там дверь открыта. Забираем хлам. Почему я в прошлый раз его не взял? Видимо, торопился. Очень сильно. Снова диджейский пульт. У них тут дискотека была вообще, как дискотека века. И на первом этаже, и на втором. О, крыска. Это ты, диджей? А можно музыку заказать? Ну, уже, наверное, нельзя. Слушай, там солнце вышло. Пойдём посмотрим на себя на солнце. Ну-ка, как этот фонарик налобный выглядит? Ух ты! Из ремня. Ну, смотрится вроде ничё так. Да, главное, что работает. Всё остальное фигня. А вот батареечка. Помнишь, какую батарейку мы использовали для радиопередатчика? И во что она превратилась? Она чуть меньше, чем моё ухо. Ну хорошо, поднимаемся ещё выше. Тут вот была дверка. Зелёный ключ от неё, как раз таки. И снова здесь крыса. Ну что ж ты будешь делать-то? Сколько вас тут понаплодил? Этот улов. Давай посмотрим, что у нас здесь. О! Кажется, это зажигалка. А, нет, это мыло, но... Ничего себе! Тут джакузи. И ванна. Вот это у него тут лухари. Что это за место такое? Вообще непонятно, что это за место. О, записка есть. А вот и зажигалка. Чума. Сейчас узнаем, что это за место было или вообще, чем всё закончилось. Расшифровка записи. Скрип корпуса корабля при контакте со скалой. Капитан. По шлюпкам! Живо! Хана. Улов! Подлый ты трус! Паразит. Злобно рчит. Капитан. Берегись! Неразборчивые крики. Запись обрывается. Ну, короче, в этот момент они как раз таки... Вот на эту скалу наехали. Где, собственно, яхта сидит на мели. О, можно позагорать, посидеть. Фонарик пока сниму. Уже и батарейка садится. Блин. Ну, слушай. Жалко, конечно, что она села на мель. Я бы такую угнал. Кстати, можно немножечко схитрить и сделать вот так вот. И забраться ещё выше. Ух ты. Это же капитанский мостик. Там порулить можно. Дверь закрыта с другой стороны. А как тогда попасть туда? Ну, видимо, через низ. Пойдём спустимся. Поднимемся выше, значит. Вот, да. Это как раз нас приведёт... Одна бомба требуется. А-а-а. Вот для чего нам нужна была зажигалка. Чтобы сделать бомбу. И сейчас мы её соорудим. Бомба готова. Чёртовы крысы! Пришлось достать лук. Потому что... Моё копьё сломалось. Это очень плохо. Потому что, возможно, тут тоже могут быть крысы. Но, надеюсь, что взрывом их снесёт. Ставим бомбу. Ух ты, ух ты, ух ты. Надо пой... Обосраться просто можно. Я не успел убежать. Ну, сдаёмся. Это было нелепо. Самое обидное, то, что у меня было столько еды. У меня там супы были. У меня там... А-а-а. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так можно было лоханусь? И фонарик я просрал. Ну, ладно. Фонарик-то ему там недолго оставалось. Он уже садился. О, кстати, копьё какое-то есть металлическое. А откуда оно у меня? Ого! Нормально тут разворотило дверки. Неудивительно, что меня тоже снесло. Вода даже жесть, конечно. Откроем дверь. Свет, конечно же, отсюда не поступает. Толком. Эх, хлам, хламишечка. О, может тут что есть из еды? Да! У меня снова есть... Что это? Объедки какие-то? Фу, противные объедки. Они очень вкусные. Ну, хотя бы что-то, ладно. Значит, тут есть записка. Сейчас мы её почитаем. Вон она вот. Здесь тоже дверь откроем. Никого здесь нету. Сейчас всё оббегу, проверю. Всё чисто! Тогда пойдём смотреть, что там за записочка. Тут можно как-то вот повыше взобраться? Кажется, нельзя. Значит... О, лампочка засветилась. Спасибо. О, чертежи как-то я пропустил. Чертёж руль. А здесь у нас ещё... Мотор! Мотор! Е-е-е-е! Оболненно! А чё за записочка? Бальбоа. Сейчас прочитаем. Ну-ка... О, инструменты! Смотри, ящик с инструментами. О, сколько там железа-то! Офигеть! Эти болты... Ну, хороший ящик. Очень хороший. Пойду сейчас записочку почитаю на солнце. А, это не записочка. Это координаты новые. Где, возможно, есть какая-то Бальбоа. Что ж, цель ясна. А, но ещё мне интересно, как добраться туда. Потому что, как я отсюда вижу... Блин, туда, наверное, никак не добраться. Вообще никак. Ну, там есть какой-то ящик с инструментами. Или это чемодан, непонятно. Можно ли его взять или нельзя? Ну, я уже всяко-разно пробовал туда прыгать. Вот с этой части. Как бы... А, чё? Пить? Пить охота. Ну, тогда выпьем объедки. Посмотрим, что со мной будет. О-о-о-о! Ты посмотри, как они стрёмно выглядят. Эти объедочки. Там кости какие-то, чьи-то. Ну, давай, выпивай. Тебе лучше стало? Ну, вроде да. Лучше стало. Ну, давай тогда ещё и вот эти объедки тоже съедим. Ммм, какой запах. Гнильцом отдаёт, да? Ну, чё поделать? Слушай, ну, объедки тоже нам чуть-чуть помогли. Ещё разок сейчас попробую запрыгнуть сюда. Нет, не получается. Хотя вот здесь вот, смотри. Вот здесь вот. А, но тут козырёк пониже, да? Поэтому здесь запрыгивается. А здесь он ещё и дальше. Похоже, никак. Тогда на закате солнца мы сваливаем, наконец-то, с этой яхты. И продолжаем наш путь. Пойду-ка я проверю, как там насчёт моих яичек. Привет. Вы тут яйца мне снесли? Тихо. Сейчас, сейчас подкрадусь. Эх, не успел. Нет, яйца они тут не снесли, только перья. Чёрт. По-моему, они только перья, кстати, и отдают чайки. А вот чтобы яйца были, это мне нужно кур на островах поймать. Ладно, не беда. Приготовлю мясцо. Наконец-то. Наконец-то моя книга знаний обучит меня делать мотор и штурвал. Осталось только посмотреть, чё там, кого там. О, кстати, я ещё с прошлой серии давно хотел посмотреть, что же за перерабатывательную машину я теперь умею делать. Где она, кстати, у нас здесь? Вот она, устройство для переработки. Перерабатывает базовые ресурсы, валюту торговых баз. Вот. Деньги. Я смогу получить деньги, за которые смогу на островах купить что-нибудь. Мне всего лишь на всё нужно ещё два слитка железа, микросхемы, пластик и как бы всё. Ладно, а чё там для мотора нужно? Железный слиток. И снова микросхема для штурвала. Ну, слава богу, хоть на штурвал микросхему не надо. У меня, в принципе, всё есть, кроме железа. Заправляем новые координаты. Чё там у нас по координатам? Куда нам теперь плыть-то? 64,99. Врубаем свой компьютер. 64. Ой-ой-ой, не туда. 64. 64. 99. Оооу. 3500 метров нам плыть. Офигеть. Прямо по курсу. Сейчас развернём парус. И нужно убрать якорь. Прощай, яхта Ты дала многое, но и в то же время забрала тоже многое После взрыва бомбы Так что я поплыл Знаешь, что самое беспонтовое? То, что ветер ни черта не попутный Он дует в ту сторону А парус стоит в ту сторону Я как бы должен плыть в ту сторону А плыву назад Короче, мне надоело эта лестница Она вообще крайне бестолковая Поэтому ее нужно снисти Короче, предлагаю поставить еще один сундучок Вот здесь вот И потихонечку переносить вот это вот безобразие отсюда туда Ну вот, за день управился Расчистил площадочку Теперь мне нужно переместить вот эту лестницу Для этого убираем рабочий стол Постоит он пока что здесь И лестницу я, наверное, сделаю вот здесь Так, у нас уже ночь на дворе Мы отплыли хоть чуть-чуть Мы отплыли, но не в туда Вообще не в туда Ветер до сих пор дует в другую сторону По всей видимости, без двигателя мне туда не доплыть Поэтому давай пока что мы поплывем По течению, как говорится Наберем материалов Сплаваем на какой-нибудь остров Сделаем двигатель И отправимся потом в ту сторону А пока же, пока же продолжаем заниматься Моим дизайнерским ремонтом Во! Блин Надо чуть-чуть подровнять А здесь заделать Ну вот Подъем готов Отличный, шикарнейший подъем Это все разбираем Хороший был забор Но теперь он не нужен Ну и дверь тут, наверное, всего лишь одна нужна будет Только вот прежде чем ее сносить Я думаю, что нужно подпорку сделать Вот такую вот А то нафиг вверх Весь развалится Сносим двери Ну, он как бы и так развалился, да? Все на дверях держалось Как обычно Это сейчас тоже тогда сносим Здесь нормально Здесь все хорошо Возводим здесь стеночку Конечно же, о, кошечки, как без них-то О, кошечки нам нужны Во! Ну и, конечно же, двери Я вот подумал Может, двери нам как-нибудь выделить Например, сделать вот такие вот, а? Во! Из листвы Ого! Нифига себе Пока я тут ремонтом занимался Там, смотри, какой здоровенный Огроменный остров Вот это мне фартануло Плывем прямо туда Че вообще компьютер показывает? Что это, как бы, обычный зелененький островок Ну, а пока плывем Надо заделать дырки Чтобы их не было И не было никаких сквозняков Вот теперь Теперь вот это похоже на На капитанский мостик Ну и, конечно, тут еще параллельно будет Капитанская каюта Я бы вот только еще антенну вот эту вот перетащил бы Например Вот сюда С ней все будет нормально? Все работает? Нет, так не работает антенна Тогда мы эту антенну затолкаем наверх Конечно же, придется воспользоваться лесенкой Вот такой вот кривой Косой И ставим здесь Отличную антенну Теперь должен телек даже показывать Е-мое Единственное, провод меня вот этот смущает Он тут Ладно Антенна номер два Неподходящая высота Как раз таки это она номер два В общем, как говорится Не трогай то, что хорошо работает Антенна осталась на своем же месте Остров просто бомба Я там потеряюсь Снова этот гриф летает Значит Короче Здесь у меня будет рассада Уже давно пора было Вот Пока что тут она будет Сейчас посажу туда арбузики Надеюсь, что чайки сюда не залетят Я все закрою В окна они не прилетят Потому что слишком жирные Хотя, кто их знает И все это поливаем водичкой У меня есть еще одна Вот такая вот маленькая грядка Вот такую маленькую грядку поставим вот здесь Она не ставится Что за чертовщина Вот здесь тогда Туда посадим картошечку Ну что за засада-то, а? Не могу до острова снова доплыть Потому что ветер дует не в ту сторону Придется самому погребсти Раз такие дела Ну, кажется Приплыли Прям вот Получено достижение Видимо то, что открыл Остров Все Стоям Ой-ой-ой-ой Нет-нет-нет-нет Не вздумай Скотина Чуть комбик Мне не поцарапало Фух Суша Суша под ногами Ну, что на этом острове Как мы продолжим строительство Плота Дуви двигателя Самый важный двигатель Я уверен Что тут есть медь Потому что остров очень большой Наберется медь Сделается микросхема А там и мотор И рулевое управление И мы поедем дальше Ну а как это будет, ты увидишь в следующем ролике Поэтому не забудь поставить лайк И подписаться, если ты еще не подписан Чтоб не пропустить его Так что увидимся в следующем ролике До встречи